Милует и спасет нас, всяко благо человека любит. Церковь сегодня совершает память святых праведных апостолов, первых духовных, Петра и Павла. И вот у святителя Иоанна Златоустова есть беседы на то, как Господь призывал апостолов на благовестие. Благовестия. Жатвы много, а делателей мало. Итак, кто ходил и по городам, и по селам, и по синагогам их, научая тем, нас воздавать за засловие, не за засловием, но большим благодеянием. Если ты оказываешь благодеяние своим сарабам, сарабам, не для людей, но для Бога, то как бы они ни поступали, не переставая благодетельствовать, чтобы получить большую мзду. А кто перестает благодетельствовать, потому что его злословят, тот показывает, что он благотворил не ради Бога, но ради похвалы от людей. Вот почему Христос, научая нас, что он по одной благости пришел благодетельствовать, не дожидался того, чтобы приходили к нему сразу же, а сам поспешал к ним, принося им два величайших блага. Во-первых, Евангелие Царствия, во-вторых, исцеление от всех болезней. Он ни города не проходил мимо, ни селения не пропускал, но посещал всякое место. Даже и тем не довольствовался, но показывает еще большую заботливость. Видя толпы народа, говорит Евангелист, он жалился над ними, что они были изнулины и рассеянны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы вышел делатель на жатву свою. Евангелие от Матфея, 9 глава. Смотри опять, как он далек от тщеславия. Чтобы не водить всех за собой, он посылает учеников. Впрочем, не для того только посылает, но и для собственного их обучения, чтобы, образовавшись в Палестине, как в некотором училище, ротоборство, они приготовили себя подвигом в целом мире. Потому что, как юных птенцов, приучая к летанию, он открывает обширнейшее поприще для их действия. Сколько было соразмерно с их силами. Чтобы они удобнее могли приступить к последующим подвигам. И сначала делать их только врачами тел, чтобы после берите в важнейшее врачевание душ. И смотри, как показывает легкость и необходимость этого дела. Жатвы, говорит он, много, а делателей мало. Я, говорит, посылаю вас не сеять, но жать. Подобным образом показал он и у Иоанна. Другие трудились, а вы вошли в труд их. Четвертая глава Евангелия Иоанна. Вот я посылаю вас, как овец среди волков, и так будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Матфея, 10 глава. После того, как Господь обеспечил апостолов относительно пропитание и отверстием все дома, Он из самых ход их сделал достойным уважением, повелевая им входить не как скитающимся и нищим, но как таким людям, которые гораздо почтеннее самих принимающих их. Это именно дал Он разуметь, как словами, трудящийся, достоин пропитания, так и повелением осведомляться о достойных и у них оставаться, а равным повелением приветствовать приемлющих и угрозы жестоких казней неприемлющих. Когда таким образом Он освободил их от заботы о пропитании, вооружив знамениями, сделав их как бы железными и адамантовыми, отрешив от всего житейского, освободив от всех временных забот, тогда-то Он и начинает говорить им уже и о тех бедствиях, которые имели их после постигнуть. И не только о тех, которые должны были наступить вскоре, но и о тех, которые имели последовать по пришествии многого времени. И таким образом заранее приготовить их к брани против дьявола. Этим достигалось многое. Во-первых, апостолы узнали силу предведения его. Во-вторых, никто уже не мог думать, что эти бедствия происходят от бессилия учителя. И в-третьих, те, которые должны были терпеть эти бедствия, не могли ужасаться им, как непредвиденным и неожиданным. И в-четвертое, слыша это, апостолы не должны были смущаться и при наступлении времени крестных страданий, как они смутились в то время, когда Он, обличая, говорил от того, что Я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. И никто из вас не спрашивает меня, куда идешь. 16 глава Ивангелия Теана. Впрочем, Он о себе еще ничего не говорит. Не говорит, например, что Он будет связан, мучен и умершлен, чтобы этим не возмутить сердца их, а только предсказывает им то, что имело с ними случиться. Аминь. Аминь.